Доброе утро, дорогие друзья! Недельная глава все та же, глава ИТРО. Немножко о радости. Возвлековали, написано, те, кто увидели гибель египтян и то, что они уже освобождены, радость наполнила людей. И это пересекается с словами, которые сказаны, служить в радости. Служение без радости не принимается. Радость один из основных, ну, так сказать, таких факторов, которые делают человека счастливым. Состояние радости дает удивительное чувство на полности энергии, активности, жизни. Исчезают все преграды, мешающие достигать целей. Если что-то было недостижимо, сейчас вот, пожалуйста. В состоянии радости ты ничего не боишься. Способность действовать усиливается быстрее и сильнее. Концентрация памяти, улыбка, учеба. Все. Человек в радости живет на полную силу. Радостный человек это человек энергичный, который стремится вперед, хочет достичь чего-то. Ему кажется, что день маленький, надо еще и еще. Есть люди, которые от природы наделены способностью радоваться. Но для всех остальных этому надо учиться, как любому умению. Научиться радоваться, научиться управлять радостью. Этому обязательно надо учиться, потому что если человек не живет в радости, он не способен реализовать свой личный потенциал. А если ты научишься вводить в себя состояние радости, во время учебы, молитвы, работы, получишь порцию живости, уверенности, бетахон, уверенности. Мы должны учиться отличать только настоящую радость, которая поднимает и продвигает, от иллюзии радости. Иллюзия уничтожает радость, осушает энергию, приводит к укасанию и падению. Там вот взлет такой, а потом раз, там пир, там раз, опять ничего. Неожиданный выигрыш, там, алкоголь, там, или что-то. Это не истинно, это взлет радости. Настоящая радость, она должна быть обязательно внутри. Она проистекает из усилия. Она результат твоей реакции на жизнь. На твое решение использовать каждую минуту для радости, изменения своей жизни, или вот сидеть, грустить в депресснике. Ученые говорят, что улыбка способна улучшить настроение. Это значит, что есть явное влияние непроизвольного движения мышц на эмоциональное состояние. Я уже говорил, повторюсь, совсем плохо. Подойди к зеркалу и заставь себя улыбаться. Увидишь, как это действует. Если ты начнешь сознательно совершать действия, вызывающие радость, то начнешь радоваться естественным путем. Не знаю, спеть, станцевать, подумать о чем-то хорошем, фильм какой-то, не знаю, что-то, что включает у человека тумблер от всякого депрессняка к хорошему нормальному подходу. Когда ты почувствуешь радость, направь ее сразу в такое, дай ей окутать тебя, не отпускай ее. Раз у тебя появилась сила сделать что-то вдохновляющее, остановись на этом, помоги кому-то, что-то сделай, закрепи радость. Здесь еще один секрет. Если ожидать счастья и удовольствия, ты будешь всегда находиться в состоянии радости. Использовать надо предвкушение, что-то ожидать, скоро будет, вот сейчас уже заполняй батарею энергией своей радостью. Наступил новый день, радуйся, прекрасное утро. Что ожидать? Сегодня, наверное, что-то будет хорошее, сегодня произойдет какая-то встреча, что-то получится, это будет самый прекрасный день. Вот так вот надо строить себя с утра. Не концентрироваться на отрицательном. Я устал, достал, это все забудьте. Надо о приятном. Сегодня я сделаю больше, увижу и так далее. То есть надо самому себе моделировать жизнь. Обычно человек, если пережил, не дай бог, болезнь или аварию, он никогда не живет обычно так, как прежде. Он везде, как прекрасно жить, я живу, он понимает ценность жизни. Всевышний создал нас для удовольствия и радости. Есть у нас руки, ноги, глаза, раду. Чувствуйте это. Надо чувствовать радость от того, что вот вообще мы живем. Радость не появляется сама по себе. Радость вызывается рождением мысли. Доказательство это мы видим вокруг себя. Есть люди, которые имеют все. И тем не менее они несчастные, ходят, плачут. Есть живущие в счастье и радости, хотя казалось бы у них особо ничего и нет. Надо начинать, как бы сказать, вызывать у себя мысли, я живу и это прекрасно. Испытать эту радость, простую радость жизни. Тогда надо все больше и больше и больше. И так, в конце концов, мы просто научимся радоваться постоянно. Новая машина, какие-то деньги, возможно дадут шанс укрыться в стране грез такой. Но долго в нем не проживешь. Радость это естественное состояние. Естественное состояние. Вот давайте дети, вот посмотрите, они веселы всегда. Дети находятся в состоянии радости, большую часть жизни. Их радуют чудеса самой жизни. Вот ничего такого особого нет. Хотя, казалось бы, никаких особых оснований для этого нет. Потому что дети мудрее и умнее в этом плане. Поэтому сказал царь Давид в Тигелем, служите Богу в радости. Всевышний не хочет, что мы ходили с кислыми мордами. Быть в радости наша религиозная обязанность. Более того, Тора предостерегает нас, что мы будем наказаны за то, что не служили Всевышнему в радости. В книге Дворим написано, что ты можешь исполнять заповеди, учить Тору, быть хорошим человеком, делать добрые дела. Но если без радости, Всевышний говорит, нет, это не то, что мне надо. Понимаете? То есть, казалось бы, одна маленькая вещь, и она меняет твой мир. Всевышний дал радости особое чувство. Притягивать изобилие и новую радость. Это свойство человека и мира в целом. Если мы видим мир положительный, в радости, в хорошем, вот так он и будет развиваться. Если ты благодарен Всевышнему за детей, за жизнь, за все, что происходит вокруг, то он даст тебе повод радоваться еще больше. Если ты благодарен за вкусную еду, ты получаешь еще. Если ты рад и благодарен за то, что имеешь, то ты получишь больше. Когда ты в радости, ключ от отзабилия находится в твоих руках. Давайте попробуем эту модель и увидите, как поменяется наша жизнь. Брахавы от слаха. Кто не может, подойдите к зеркалу и улыбнитесь. Брахавы от слаха.